всем привет с вами как всегда фил и вы смотрите devblog 115 помните разработчики извинялись перед нами в комьюнити за прошлый devblog я вот помню что ж давайте посмотрим как они подготовились на этот раз и первое это возвращение гарри ньюмана он пишет что вернулся из отпуска по уходу за ребенком но занимать лидерскую позицию не собирается главным останется хелк и чувствую мне это не особо нравится и тут же гарри просит не унижать его на форумах игры за скучное обновление второе новая процедурно сгенерированная карта разработчики обозвали ее бесплодной так как на ней нету ни травы ни кустарников ни камней зато люди на слабых компьютерах смогут насладиться игрой единственное но эта карта доступна только на пререлизной версии игры третье античит злоумышленники снова проломили защиту нашей беспомощной игры и вообще количество нечестных игроков последнее время очень возросло теперь разработчикам античита пришлось создавать новую стратегию борьбы с ними 4 дата введения системы прокачки я неспроста выделил этот пункт отдельно и так акцентирую на нем внимание мне кажется это даст игре какой-то своеобразный рывок и добавит новизны в игровой процесс введут систему после глобального вайпа который состоится 7 июля в общем надеюсь вы запомнили если через три недели не получим систему собираем манатки и все уходим играть в майнкрафт 5 антифлут на серверах разработчики сделали новую систему которой админы смогут пользоваться и экономить ресурсы сервера система как вы уже догадались будет запрещать слишком частое написание сообщений 6 гниение судя по словам разработчиков эта система не вызвала негативной реакции на reddit поэтому она продолжает благополучно работать единственное и и отбалансировали причем в лучшую сторону теперь кд на распад блоков целых два дня а продолжительность распада 4 так что в игру теперь можно заходить еще немного пореже также что касается блоков исправили ошибку при которой сгнивший дом нельзя было отремонтировать теперь можно 7 течение рек в игру добавили визуальное течение речек теперь по ним можно будет ориентироваться в какую сторону бежать и где же находится родной пляж 8 производительность несмотря на то что фпс в игре оставляет желать лучшего это проблема у разработчиков на первом месте на этой неделе к примеру сделали объединение тональной и цветной градации в один проход фактическую экономию фпс сказать нам конечно не могут так как это зависит от вашей видеокарты девятая радиация долго ее не было в нашей игре но вот наконец таки разработчики решили ее вернуть вернулась она естественно на свои законные места в подземелья и родтауны теперь собирательство лута будет не самым простым занятием 10 звуковые изменения добавили эффект изменения интенсивности звука по мере приближения к нему стали более четко выбираться аудиозаписи при определенной атмосфере в игре также исправили кучу мелких ошибок и почистили систему от всего лишнего 11 двухствольный дробовик после концепта который появился на прошлой неделе разработчики решили продолжить разработку и начали отрисовывать 3d модель этого нового оружия 12 метательное оружие продолжается работа над увеличением возможности кидать все что попало на этот раз во вражин полетят двуручное оружие 13 улучшение одежды если кто помнит что было сделано со штанами в прошлом дэв блоге то тут примерно все тоже самое только с кофтой улучшают анимацию в локтях и плечах чтобы движение одежды были более реалистичны и на этом все всем спасибо за просмотр не поленитесь поддержать видео лайком и подписывайтесь на канал если еще не подписаны всем желаю большой удачи пока